Дорогие друзья, сегодня в видеоролике я расскажу об Ирине Муравьевой, заслуженной артистке РСФСР, народной артистке России. Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Ее отец был военным инженером. Сразу после окончания школы он добровольцем ушел на фронт, дошел до Германии, там он встретил свою любовь Лидию, которую немцы угнали из Белоруссии, после освобождения девушки из нацистского плена, родители Ирины поженились. В 1947 году у них родилась девочка, через полтора года еще одна, Ирина Муравьева. Из школы Ирина Муравьева приносила одни пятерки, иначе она учиться не могла. Ирина не только примерно грызла гранит науки, но еще в детские годы ее здорово увлек мир театра. С раннего возраста девочка участвовала в местном кружке актерской самодеятельности, выступала на школьных спектаклях и концертах, поэтому к старшим классам Ирина четко определилась с дальнейшей карьерой. Первая попытка для Ирины Муравьевой, в 1966 году, поступить в театральное училище закончилась неудачей. Однако, в следующем году она поступила в драматическую студию при Центральном детском театре. В студии училась три года, а в 1970 году была принята в труппу Центрального детского театра, где проработала семь лет. В 1977-1991 годы Муравьева, актриса Московского театра имени Масовета, в котором сыграла немало центральных ролей в спектаклях современных авторов. Параллельно с работой в театре в 1978-1982 годах училась в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. В 1970-х и 1980-х годах Ирина Муравьева вела воскресную детскую утреннюю телевизионную программу «Будильник». Ирина Муравьева, с детства мечтающая играть на сцене и в кино, впервые появилась на экранах в 1965 году, согласившись на небольшую роль в массовке фильма «Дети Дон Кихота». Этой картиной начинается ее кинематографическая биография. Заметные роли в фильмографии артистки начали появляться в начале 70-х, Муравьева дебютировала одновременно в двух лентах — «Письмо из юности» и «Зерно риса». Тогда же Ирина Муравьева появилась в нескольких знаменитых картинах, среди которых наиболее любимые зрителями Иван и Коломбина — Дуэния, одна из первых больших ролей актрисы в кино, Сюзанна в детективе «Чисто английское убийство». Широкую популярность Ирине Муравьевой принесло участие в легендарной картине «Москва слезам не верит». Сначала она отнеслась к сценарию весьма скептически, но роль авантюристки Людмилы принесла актрисе всенародную славу и любовь зрителей. За эту роль Ирина Муравьева была удостоена государственной премии СССР. Ирина Вадимовна сыграла множество ролей, Алла в картине «Мы» ниже подписавшейся, Нина Соломатина, провинциалка, мечтающая стать артисткой в фильме «Карнавал». Знаменитая сцена «Монолог» у телефона автомата «Позвони мне, позвони» стала всенародным хитом. В 1982 году Ирина Муравьева была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» за роль в фильме «Карнавал», который в этом году побил все рекорды по количеству посмотревших его зрителей, став лидером советского кинопроката. В актрисе уникальным образом сочетаются неповторимое комедийное и яркое драматическое дарование. Надя Клюева в комедии «Самая обаятельная и привлекательная», Галина Кадетова в лирической комедии «Артистка из Грибова», Катя в фильме «Китайская бабушка». Имя самой обаятельной и привлекательной актрисы Ирины Муравьевой, запомнившейся не одному поколению зрителей советского и постсоветского пространства своими ролями, навсегда вписано в золотой фонд кино. Картина с ее участием — классика советского кинематографа, которую с удовольствием пересматривают и сегодня. Муж — Леонид Эйдлин, режиссер, заслуженный деятель искусств, в браке прожили более 40 лет. Сын Даниил, окончил курс актерского мастерства в школе искусств во Франции, потом в ГИК, окончил высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Внук Иван, сын Евгений, окончил продюсерский факультет ГИТИСа, работает на телевидении, занимается ресторанным бизнесом. Внук Леонид, оба сына снялись в сериале «С новым счастьем» в эпизодических ролях. Ирина Муравьева лауреат государственной премии СССР за участие в фильме «Москва слезам не верит». Премия Ника — за роль Кати в фильме «Китайская бабушка». Приз — за талант и народное признание на 22-м международном фестивале фестивалей «Санкт-Петербург». Дорогие друзья, большое спасибо за внимание к моим работам, за ваши лайки и комментарии. Желаю вам в жизни только позитива, счастья, удачи и поддержки близких.